ДЕТСКОЕ РАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ КЛУБ ПОИНТЕРЕСУМ Здравствуйте! Я пришёл на занятия по лепке из солёного теста. Проходите, мы уже начинаем. Сегодня мы делаем кукол для пальчикового театра. У нас есть мука, соль, вода, растительное масло. Перед каждым миска, стакан и ложка. Вы знаете, как приготовить тесто для лепки? Нужно насыпать в миску стакан соли и стакан муки. Перемешать, добавить ложку растительного масла и полстакана воды. Месить руками, как обычное тесто. Правильно! Но перед тем, как лепить, свежее тесто нужно 2-3 часа подержать в холодильнике. Поэтому сейчас мы берём то, что осталось у нас с прошлого занятия. Кстати, готовое тесто можно купить в магазине. А кисточки на столе зачем? Как зачем? Чтобы покрасить тесто в разные цвета. Скатываем тесто в шарик. Вот так. Посередине делаем углубление. Вот так. Так. Берём кисточкой немного гуаши и кладём в эту ямку. Теперь аккуратно катаем тесто между ладонями. У всех получается? Нет. У меня сплошные разводы. Оставшееся тесто, кажется, сохнет. А вы раскатывайте подольше, и разводы уйдут. А чтобы тесто не сохло, его нужно держать в пакетах или пластиковых коробках. Все покрасили? Да. Вот теперь отлично. Равномерно прокрасилось. Я готов лепить. Так. Снова скатываем шарик и делаем в нём углубление для пальца. Осталось вылепить лица. Каких героев будем делать для кукольного театра? Я Василису Прекрасную. Вот нос, подбородок. Ой, какая-то Баба Яга получилась. Баба Яга тоже пригодится. А Василису Прекрасную слепит кто-нибудь другой. Здесь главная слаженная компания. Однажды в Китае собрались, чтобы вместе лепить из теста более 60 человек. У них получился целый город, в котором были дома, машины, общественный транспорт и сотни горожан. Давайте и мы доделаем наших героев. Карандашом прорисуем глаза и рот. Наденем им шляпы или косынки. Теперь осталось только высушить кукол в духовке на самой слабой температуре. И можно устраивать представление. Чур моя Баба Яга в главной роли. Клуб по интересам.